Привет всем, ребята! На связи GrimOptimist. И сегодня будет, наверное, слегка необычное видео. Ну, во-первых, я в нём буду хвалить кое-что. Во-вторых, просто снимается оно в основном по вашим просьбам, либо многие просили высказать своё мнение касательно вот новой фичи от Origin, Origin Access. Или Access, кто-то не знает, как правильно читается, не суть важна. Вообще, вот я припоминаю свои впечатления от Origin лет так 5-6 назад, когда вот он, ну, буквально там, не то, что только появился, но вот когда он стал нужен для игры в некоторые игры, это было крайне негативное впечатление, потому что это, знаете, как вот Steam только хуже. То есть, была тогда куча багов, игры постоянно не устанавливались в первый раз, приходилось переставлять. Куча всякой херни, игр было мало, цены высоченные. Короче, было непонятно просто, зачем нужен Origin, если есть Steam. То есть, ладно, если игра, допустим, есть и в Steam, и в Origin, да, покупаешь просто в Steam, а вот если нет, как Battlefield, например, серия игр, да, вот приходилось пользоваться и бомбило. Ну, потом моя любимая компания Ubisoft, они просто умудрились переплюнуть даже Origin, и самое интересное то, что, вот, я имею в виду, этот, Ubisoft Uplay, и самое интересное, что он как вот был полным говном, когда его ввели, он вот вообще не изменился, он так полным говном и остался. А вот с Origin, ребята, все не так. То есть, Origin, по моему мнению, очень сильно поднялся за все это время, и в наше время, мне кажется, он является вполне себе конкурентоспособной площадкой, имеется в виду, относительно Steam. Потому что в Steam сейчас, ну, во-первых, вот давайте вспомним самые негативные моменты в Steam. Что это? Это, первое, очень редко в последнее время бывают скидки на какое-то более-менее новье. То есть, что-то постоянно, вот если скидки, то это как что-то там 3-5 лет прошло и так далее. Ну, не знаю. То есть, раньше как-то было, мне кажется, чуть пободрее в плане скидок. То есть, буквально вот некоторые игры выходили, и там через пару месяцев уже были скидки. Конечно, вы можете купить эти игры на Steamby.com, ссылочка в описании. Да, это была реклама, но там действительно можете купить, там будет подешевше. Но суть-то не в этом. Суть в том, что как-то вот уже не так стало, да. И, во-вторых, это пресловутый ранний доступ, который, по моему мнению, просто ест Steam. Вот он сжирает его изнутри, потому что каждая вторая игра, которая сейчас выходит в Steam, это ранний доступ. И качество этих игр, я уже говорил, да вы и сами знаете, что ниже среднего. В общем, Steam перестал бы, знаете, такой вот какой-то супер дешевой площадкой. И как-то на нем, ну вот, что-то, что-то, короче, он не туда, ну согласитесь, куда-то не туда катится. Valve, давайте, не знаю, они совсем уже зажрались, то есть это понятно, они забили там на свой Half-Life, не собираются даже его делать, они забили там много на что еще. И меня лично, они вот сейчас рубят бабло вот со Steam, рубят бабло с Dota и с CS, и все, им, по-моему, больше ничего не надо. Там, видимо, такие деньги прут, что, ну, короче, расслабились. И Origin, ребята из Electronic Arts, они решили, вот, видимо, на этом сыграть и очень удачно. И запустили очень интересную фичу. Origin Access. Это система подписки. Это как вот, если кто-то вдруг играл, мало ли, на PlayStation, там есть PlayStation Plus такая фича, платишь там определенную сумму в месяц или в год. И, во-первых, то есть тебе дают скидки на многие игры. Во-вторых, ты получаешь некоторые игры вообще бесплатно. То есть пока у тебя действует подписка, ты можешь играть в полные версии игр, проходить их полностью, делать что угодно. Удобная фича была, но она и есть, по-моему, до сих пор. И вот ребята из Electronic Arts эту фичу подрезали грамотно. Вообще, мое отношение к Electronic Arts, оно очень странное. То есть из Ubisoft я просто не люблю. Electronic Arts это компания, которая очень все дорого продает, но при этом качество у них, как правило, неплохое. То есть их игры, они не говно, они просто дорогие. Ну, бывают и говно, конечно, но в основном они дорогие. И это отталкивает от этой компании. Но вот их вот эта фича с подпиской, я считаю, она очень перспективная и у нее есть большое будущее. Единственное, сейчас, конечно, здесь игр немного, но тем не менее, я не стал покупать ее, я просто чуть позже объясню почему. Потому что все игры, которые мне интересны из этого списка, они либо у меня есть уже, либо я в них уже играл, либо есть в Steam. Вот и все. Итак, значит, мы платим, сейчас скажу, сколько тут, господи, это написано должно быть, 250 рублей, грубо говоря, в месяц. И за это мы получаем, значит, список игр вот такой вот у нас есть. Давайте глянем полный его. Есть у нас FIFA 16, полная версия, можно играть. Я не фанат футбольных симуляторов, но я знаю, что среди вас есть люди, которые играют. Untravel. Неплохая инди-игрушка. Ну, честно говоря, спорно, стоит ли ради нее это брать, но тем не менее. Ради FIFA, например, некоторые, может быть, уже и возьмут. Mass Effect 3. Я не люблю серию Mass Effect, хотя я понимаю, что объективно игры хорошие. Просто я не люблю вот этот sci-fi космический, просто терпеть его не могу. Plants vs. Zombies Ground Wars 2. Я не понимаю, кто в это играет, по мне говно полная игра. Обычный Plants vs. Zombies на телефоне ничего не переплюнет. Четвертая батла, полная версия. Ну, как полная? Да, полная премиум эдишн здесь, ребята. То есть, со всей херней. Со всеми DLC. То есть, я все время три косаря, ребята, чтобы вы понимали, потратил на эту версию. А тут за 250 рублей в месяц вам позволяют играть в нее, в том числе. Новая NFS. Хотел ради нее взять вот этот вот. Но потом посмотрел пару обзоров, понял, что просто неиграбельная, к сожалению, эта фигня. Новый Need for Speed. Просто неиграбельная. И решил, что не стоит. Дальше, третий Crysis. Ну, не очень мне нравится, но фанатам серии Crysis, думаю, зайдет. Battlefield Hardline. Многие, может быть, хотели попробовать, ну, платить за эту игру, которая, кстати, не зашла. В ней низкий онлайн. Но, если уж купите подписку, то уж попробовать-то на халяву можно. Первый Titanfall. Полное издание. Опять-таки, я не люблю Titanfall. Пробовал в него играть. Одно время его раздавали на уикенд. Бесплатно я поиграл, там, часа 3-4. Мне вообще не зашло. Dragon Age Inquisites. Серию Dragon Age я не люблю. Но, объективно, понимаю, что игры неплохие. То есть, Garden Warfare, это то же самое. Torchlight 2 проходил в свое время. Правда, не до конца прошел. Прикольный такой, не то, что даже клон Diablo, но в стиле Diablo игра. Только такая, ну, наверное, немножко более газуальная. FIFA 15. Полная версия, опять-таки. SimCity. К сожалению, игра говнецо вышла. Я вообще люблю серию SimCity, но вот эта конкретная игра, она не очень. The War is Mine. Хорошая инди-игра. Я думаю, что многим она понравится. Trine. Отличный платформер, олдскульный. Проходил первую часть полностью, помню. Вторую, по-моему, не до конца прошел. Banner Saga, к сожалению, не знаю, что такое. Не знаю, что за игра, не играл. Need for Speed Rivals. Игра, которая убила одна вещь. У нее лог 30 FPS. Играть в гонки с 30 FPS, ребята, это невозможно нормально. Все. Это единственная причина, по которой я не стал в нее толком играть. Я поиграл пару часов, понял, что у меня просто глаза начинают болеть. И забил. Третий, Dead Space. Отличная игра. Для кооператива вообще отлично. Plants vs. Zombies. Ну, я считаю, что в такие игры надо все-таки играть на телефоне или на планшете. Но, тем не менее. Второй, Dead Space. Первый, Dead Space. У меня все эти игры есть. Дальше. Второй, Mass Effect. Я, я так и говорю, я не люблю серию Mass Effect. Это не мое. Первый, Dragon Age. Кстати, он хороший. В свое время он мне даже понравился. Правда, до конца, по-моему, так его и не прошел. Второй, Crysis. Хорошая игра. Если они играли, стоит поиграть. Dragon Age 2 это для пидоров в основном игра. Причем, ну, ничего оскорбительного я не хочу сказать. Она действительно, по-моему, для геев сделана. У меня такое мнение. Устойчивое было. Я просто поиграл, по-моему, часа три. И у меня просто глаза на лоб вылезли. Я удалил. Хотя я как бы не гомофоб, ничего. Мне параллельно. Просто меня напрягает, когда вот это так навязывают. Я считаю, это неправильно. То есть. Дальше. Mass Effect первый. Хороший он. Правда, я так его тоже и не прошел. Ну, просто не моя тема. SimCity 2000. Игра старая. Но, я думаю, вряд ли она кому-то зайдется сейчас. Первый Crysis, если не играли, стоит поиграть. Мини Метро не играл. Третья Батла. Кстати, до сих пор актуальна, если не играли. Стоит попробовать какой-то Medal of Honor или South. Я даже не знаю, что это за часть. Честно говоря, не помню просто уже название старых Medal of Honor. Но, неважно. Третий Sims. Кстати, по мне, до сих пор одна из, наверное, лучшая часть Sims. Ну, мне вообще первая нравилась. Первая, вторая как-то не зашла. Вот третья, по-моему, была неплохая. Вот четвертую они, по-моему, просрали. Дальше. Dungeons of Dreadmar, я не знаю, что такое. Trine 2, отличная игра. Peggle, я не знаю, хотя она у меня есть. Ее на халяву просто раздавали. И Jade Empire, старая игрушка, но довольно неплохая. То есть, в принципе, мы видим, что да, список, к сожалению, пока скудный. Да, тут еще скоро появится Battlefront, Need for Speed Wanted и Mirror Sage последний. То есть, вообще класс будет. И, помимо этого, есть еще и пробные версии новинок. То есть, например... Блядь, где это? Е-барас. Отлично, отлично. Ну, я только похвалил Origin, а у него пропадает этот сраный флажок. Вот. То есть, пробные версии. Можно 10 часов поиграть в батлу и потом купить ее с 10% скидкой. То есть, очень выгодное предложение. То есть, нет такого, что, знаете, зачем я покупал, типа, вот этот вот доступ, если я потом в сферном куплю игру, я же, типа, ну, заплачу на 250 рублей больше. А из-за того, что 10% скидка, получается, что ты ничего, типа, 50 рублей теряешь. Ну, согласитесь, не страшно. Ну, и плюс тут еще вот обещают FIFA 17 и Mirror Sage Catalyst, видимо, все-таки в пробную версию. Зафигач. Ну, я к тому, что вообще идея очень хорошая. Игр мало пока. Я думаю, этот список будет постепенно расширяться. И это очень хорошая будет тема для тех, кто хочет поиграть в какие-то вот старые... Ну, как старые, не очень новые игры, да. При этом не хочет там даже... Ну, если даже все вот это покупать на распродажах, это все равно выйдет там, ну, в рубль, может быть, полтора-два. Две тысячи рублей, а то 250. Да, конечно, когда подписка закончится, у вас все это отберут. Ну, то есть, вы не сможете уже поиграть. Но я думаю, что тут не те уж игры, чтобы как бы так заморачиваться. Но в целом, ведь, еще раз говорю, никто не заставляет вас покупать именно так эти игры. Покупать, ну, то есть, подписку можете купить и навсегда, если вам сильно понравится какая-то игра. Просто, как альтернатива, еще раз говорю, данная тема однозначно зачет. При всем ее не самом теплом отношении к Electronic Arts и к их Origin, я могу сказать, что здесь они Steam переплюнули. И просто леща им дали, ногой причем. Потому что пока Steam там, не знаю, плавает в своем раннем доступе, бесконечном, да, там, каждые две игры из трех новых в раннем доступе выходят. Пока они там херней маются, люди реально мутят годные темы. И я никого не призываю этим пользоваться, как вы видите, я сам даже не стал. Просто я объяснил почему, потому что, как бы, самые топовые игры у меня и так есть, либо мне они не нравятся просто. Вот, но в будущем, если сюда будут Battlefront тот же добавят, я, может быть, даже и куплю чисто посмотреть. И если какие-то еще интересные игрушки появятся. Так что, еще раз говорю, Electronic Arts молодцы, я очень рад, что вы как-то, ну, вот, сняли с себя вот это вот ермо не до Steam'а такого. Типа у нас Origin, это как Steam, только хуже. То есть, этого уже нет. Вот еще бы из Ubisoft еще бы что-то ребята там напряглись, но, по-моему, им просто насрать. У меня такое мнение, что они просто вот, у них как вот было вот 5 лет назад Uplay, нихуя не работало, все глючное, все дорого, ужасная просто мерзость. Так у них и до сих пор нихуя не работает там. Сейвы крашатся постоянно у людей, игры не запускаются. Уже я сталкивался миллиард раз с этим, поэтому никому не советую пользоваться Uplay'ем. А вот Origin, еще раз говорю, ну, правильно, понимаете, правильной дорогой идут. Правильно я считаю. Что в наше время сейчас игры стоят дорого, и вот такая альтернатива, это очень... Потому что, ну, 250 рублей может каждый себе позволить в месяц отдать, понимаете. Это почти в 2,5 раза меньше, чем премиум аккаунт в танках стоит. Только там вы получаете премиум аккаунт World of Tanks, здесь получаете там несколько десятков игр неплохих. То есть, как бы, я на проезд трачу, я не знаю, в 3 дня больше, чем 250 рублей. То есть, как вы понимаете, тут сумма-то совершенно небольшая. Так что все, ребята, в общем-то, вот мое мнение касательно Origin XS. Ну, очень хорошая идея, оценку ставить не могу, потому что, ну, как можно поставить оценку? Ну, плюсик от меня, Electronic Arts упал. Всем спасибо за внимание, всем до скорого, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok